Я хочу напомнить, что в прошлом году была инициатива руководства Средне-Актугинского района о выводе полностью территории Средне-Актугинского района за пределы районного парка Воложинской области. Общественность поднялась, и научная, и общественная организация, и правоохранная прокуратура вас поддержала, признала незаконные эти решения. Ну тогда начали другие пути, начали через поселение местное выделение за пределы, причем если Средне-Актугинская прокуратура поддерживает эти решения фактически в Ленинском районе, как и глава района раньше поддерживал то, чтобы был ротный парк, так и прокуратура поддерживает то, что нельзя нарушать эти границы, необоснованно. У меня вот на руках есть протокол совещания 13 июня, когда здесь приезжал представитель Минприроды из Москвы, и Полина Валерьевна участвовала, другие наши и активисты, и ученые были приглашены сюда для того, чтобы спасать Волгу, то есть Волон-Актугинскую пойму нашу от безводия. Приняли решение о том, что необходимо войти в федеральную целевую программу по сохранению биоразнообразия, по спасению особоохраняемых территорий. Вот он, протоколы 13 июня Минца. И мне было приятно, что Полина Валерьевна, когда выставили, да, мы обязательно сенсируем вхождение в эту целевую федеральную программу по научному обеспечению развития особоохраняемых территорий Белородской области, конкретно по Волон-Актугинской пойме. Но после этого письма появляется, после этого совещания появляется постановление губернатора от 15 июля, в котором как раз и говорится о том, что необходимо создать рабочую комиссию о выработке предложений по развитию особоохраняемых природных территорий. Два пункта касаемо всех особоохраняемых территорий. Остальное, обратите внимание, только в Волон-Актугинской пойме. Возникает вопрос, а че ж такое внимание непосредственно в Волон-Актугинской пойме и природных парков? А остальных шесть парков, ну ладно, заодно там. А основное на Волон-Актугинской пойме. Там коттеджи нужно строить. О, наверное, возможно. Теперь я обратил внимание, состав комиссии по выработке предложений Герсанов-председатель, Берл, Чур, Зак и дальше главы районов, Бергун, Естин, Золотарев, ни один представитель науки, общественности. В этом же положении постановление полномочий и состав рабочей группы, в составе рабочей группы ни одного представителя общественности, ни ученого. Вы извините. А как же тогда, для чего создавали общественные советы? При всех министерствах, при губернаторах, при президенте Российской Федерации и федеральным законом затверждено, что в обязательном порядке общественные советы должны принимать участие в разработке, подготовке и принятии различных постановлений, законодательных актов и так далее. Где представители общественности? Аккорными путями получил вот и дорожную карту, так называемую, как это говорит, с 8 сентября по 30-го проведение рабочих совещаний, проведение заседаний рабочей группы до 4 октября, выше обозначенной группой, проведение исследований территории Волго-Актубинской пункты для определения экологического соответствия изменения границ, то в начале 1 сентября, окончание 18 октября, поручено проводить государственному бюджетному учреждению природный парк по Волго-Актубинской пунктам. Вы извините, станет ли парк привлекать ученых туда или не станет? Я не знаю. Или они силами своих сотрудников обойдутся? Какими критериями будут они руководствоваться, если у нас не обозначено никаких ни законов, ни критерий, ни нормативов, ничего нет? Как они определяют эти границы? Вот еще момент интересный. Четвертый пункт дорожной карты – организация проведения публичных слушаний по материалам в Ленинском, Североятском среднеактивистском районе. Мы все знаем, как проводятся в настоящее время эти слушания. Привезли на автобусах людей, которых надо, проголосовали, чтобы законить, якобы, вот эти вот все решили. 2013 год ознаменован президентом России, как год охраны окружающей среды. На вчерашнем арктическом форуме Путин говорил об увеличении в разы площадь охранных территорий в Арктике. То есть он следует политике сохранения ОПТ. В лицах правительства Медведев на всех международных форумах встреча с учетом высказывается о неприкосновенности границ ОПТ. Международная организация подготовила официальные письма о защитно-сохранении систем, а Волоградская область пытается разрушить созданное. Поэтому нельзя допустить разрушение созданной системы региональных ОПТ. Кстати, одной из лучших систем в России. Направлено сохранение окружающей среды. Тем более, что сегодняшнее правительство не приложило усилий для его создания. Продвижение позиций по разрушению региональных ОПТ – это значит не уважать ученых, создавших систему охраны окружающей среды, не уважать народа. В исполнении того постановления нашего губернатора, который, кстати, за три дня вышло, это постановление Астраханского губернатора о создании природного парка Волоградской международной. У нас реорганизация, сокращение территории, а там по развитию. Структура объединенной дирекции природный парк, Анскорий, Тонский и так далее, и так далее. То есть, вместо каждого от этого, он создается единая структура, планируется создать. 116,5 единиц было во всех природных парках, планируется сократение до 78. Да, в янтуре это обращение. Я не знаю. На благо это лето. Это что, показать, что мы сокращаем чиновничий аппарат? Извините, наверное, есть другие резервы сокращения аппаратов, но не за счет уничтожения территории. Вот это, я считаю, тоже мы не должны.